Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете об испытаниях путевой структуры в экотехнопарке SkyWay, об инновационном развитии нашей компании, о ходе создания подвижного состава и новом приобретении производственного участка. А теперь обо всем этом подробнее. Эксплуатация рельса струнных путевых структур на территории экотехнопарка SkyWay идет в тестовых режимах, которые предусматривают периодические статические испытания. На этой неделе в Мариной Горке были выполнены очередные статические испытания легкой колтюбинговой путевой структуры провисающего типа. Здесь следует пояснить, что это испытание сооружений статической нагрузкой, величина и направление которой за время их проведения не меняются. Впоследствии будет осуществлена оценка технического состояния и эксплуатационной надежности наиболее ответственной конструкции сооружения путем всестороннего анализа полученных данных. Для повышения эффективности работы с инструментами 3D Experience Product Life Management совместно с коллегами из DASO System и IGA Technologies были созданы группы экспертов для отработки рабочих кейсов, аналитики и поиска решений. Такой формат работы помог поделиться опытом, разобраться с некоторыми особенностями и внести конструктивные предложения по улучшению системы. Тестирование платформы 3D Experience R 2019 X выявило появление новых полезных инструментов, которые будут востребованы многими подразделениями после перехода на новую версию, планируемую в августе 2019 года. С целью информационного обеспечения безопасности функционирования рельсо-струнного транспортного комплекса SkyWay сотрудниками компании разрабатывается аппаратно-программный продукт по автоматическому обнаружению забытых или оставленных вещей – пакетов, сумок, чемоданов, в частности, на станциях и вокзалах. На прошедшей неделе он прошел успешное тестирование. Использование данной системы позволит повысить безопасность функционирования как инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay в целом, так и любых других связанных с ним объектов, например, аэропортов или железнодорожных вокзалов. На базе белорусского НИИ-строительства проведены натурные испытания энергопоглощающего деформируемого страховочно-тормозного устройства опытного образца высокоскоростного юнибуса, способного поглотить основную часть ударной нагрузки при аварийном торможении. Результаты соответствуют проведенным ранее теоретическим исследованиям и расчетам. Они в полной мере подтвердили правильность выбранной методики моделирования и оценки конструктивного исполнения узла. В экотехнопарке SkyWay на эксплуатируемом в рамках ресурсных испытаний Юнибусе Ю4-210 проводятся пусконаладочные работы модернизируемых систем транспортного средства в части дооснащения в соответствии с единым стандартом обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Разработан усовершенственный алгоритм работы систем охлаждения Юниконта, транспортного средства для перевозки контейнеров, в том числе морских, логика управления которой имеет ряд особенностей и отличий от предыдущих. В первую очередь это наличие трех контуров охлаждения и соответственно ряда исполнительных элементов. Кроме того, система имеет большее количество теплообменников охлаждаемого электрооборудования, что связано с конструктивными особенностями транспортного средства при его эксплуатации в условиях тропиков. Также следует отметить, что немаловажным аспектом в управлении системой охлаждения является вопрос обнаружения отказов ее элементов, так как в процессе движения транспортного средства работоспособность такой ключевой системы, как система тягового электропривода, во многом зависит от отвода теплоты. Поэтому в разработанном алгоритме также представлены возможные пути обнаружения отказов основных элементов данной системы охлаждения в соответствии с проведенным DFMEA анализом. Для справки, Design Failure Mode and Effects Analysis — это метод, целью которого является улучшение конструкции на основе анализа потенциальных несоответствий конструкции с количественным анализом впоследствии и причин несоответствий. На прошедшей неделе началась финальная стадия отборочных работ и подготовка к демонстрации самого простого и легкого модуля на данный момент. На EcoFest 2019 можно будет не только непосредственно ознакомиться с изделием и протестировать удобство исполнения в соответствии с назначением, но и получить полную информацию о решаемых задачах и месте эксплуатации. Новым приобретением производственного участка стало эффективное устройство предварительной настройки и измерения инструмента Heime Microset, помогающее оптимизировать процесс обработки, повышающее надежность технологического процесса за счет увеличения стойкости режущего инструмента, улучшение качества обрабатываемой поверхности деталей, уменьшение времени наладки и сокращение времени простое оборудование. При отсутствии такого устройства на производстве наладка и обмер инструмента происходит непосредственно на самом станке, а при его наличии наладку можно делать параллельно во время работы станка. Устройство оснащено двумя камерами с подсветкой и системой обработки изображений MicroVision UNO, что позволяет видеть режущие кромки инструмента в режиме реального времени в двух проекциях. Наличие моторизированной микрометрической настройки по оси C и автофокусировки с роторным энкодером позволяет производить измерения сложного инструмента в полуавтоматическом режиме. На объектах строительства SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь все идет согласно плану. Поэтому сегодня мы уделили время более мелким, но не менее интересным новостям. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, ведь с такой командой успех не за горами. Строй SkyWay, спасай планету!